всем добрый день сегодня рассмотрим состав курсового проекта курсовой работы по дисциплине отопления для заочной формы обучения из каких разделов будет состоять пояснительная записка и графическая часть для того чтобы выполнить курсовую работу курсовой проект вам понадобится для этого методические пособия одно из которых называется отопление гражданского здания а второе называется конструирование систем водяного отопления которые можно будет найти и скачать в моем блоге для этого также вам понадобится нормативная литература стандартные своды правил и главная из которых по оформлению курсовой работы курсового проекта это год 21602 2016 года правила выполнения рабочей документации систем отопления вентиляции и кондиционирования и другие нормативные документы это своды правил отопления вентиляции и кондиционирования различные ГОСТы и так далее все это можно скачать на моей странице сайта блога который располагается и можно найти в следующем образом для того чтобы скачать методические пособия а также нормативную литературу и в качестве помощи при выполнении курсовой работы использовать программное обеспечение для этого нужно зайти на youtube канал который представлен в данном виде здесь располагаются непосредственно уроки по тому программному обеспечению который вы будете использовать непосредственно при выполнении курсовой работы либо курсового проекта достаточно найти плейлист отопления в котором можно найти то программное обеспечение которое будет использоваться для выполнения ваших работ для того чтобы скачать нормативную литературу и методические пособия здесь вот сверху есть ссылки на различные сети в том числе и мой блок нажимая на него эту ссылку то есть мы попадаем в блок где существуют различные статьи в том числе и на тему отопления достаточно чуть спуститься найти герой отопления нажать и у вас сразу же выскакивает необходимые статьи на эту тематику вот например это подборка нормативов для дисциплины отопления дальше учебно-методические пособия зайдя внутрь статьи вы можете найти ссылку на скачивание скачивается в google диск все документы заархивированы для того чтобы разархивировать данный документ вам потребуется архиватор самый простой вариант это бесплатный архиватор 7-Z который можно скачать в последующем открыть все те документы которые лежат непосредственно в этом архиве после того как вы скачаете архив с нормативными документами и после того как вы его разархивируете у вас образуется множество документов формата word формата pdf в которых находится вся необходимая информация данных нормативных источников для того чтобы успешно выполнить вашу курсовую работу курсовой проект причем здесь находится не только на данный момент действующие нормативные документы но и предшествующие их легко очень определить потому что здесь написано к каждому нормативных документ например устаревшие сокращенный парк устаревший документ почему это сделано потому что настоящее время при создании новых нормативных документов как правило пользуются старыми в результате копирования иногда приводит к тому что пропадает часть информации которая содержалась непосредственно в том документе с которого был копирована поэтому здесь представлены два варианта действующие на сегодняшний момент и предшествующие документы сколько их было на момент издания настоящее время действующего для автоматизации выполнения расчета в курсовых работах для этого служит следующее программное обеспечение благодаря которому вы будете выполнять ваши расчеты первая основная программа которую нужно использовать это Вентроп ОЗЦ версии 5.0 ее скачать можно под тем ссылкам которые расположены на youtube канале под соответствующими видео дается ссылка здесь вы рассчитаете мощность отопительной установки помещения и всего здания вторая основная программа которая вам понадобится для того чтобы выполнить теплогидравлический расчет системы водяного отопления это программа DUNFOS SO 3.8 которые тоже можно скачать по тем ссылкам которые находятся непосредственно под видео либо найти средства стандартного поиска для того чтобы их скачать и в последующем использовать и еще одна вам понадобится программа вспомогательная это VALTEK комплект она нужна только лишь для того чтобы определить требуемые термические сопротивления ограждающих конструкций которые будете использовать в программе Oventrop здесь нету определения именно нормативных термических сопротивлений для российской федерации здесь есть только непосредственный сам набор ограждающей конструкции и по результатам этого набора получается термическое сопротивление вашей ограждающей конструкции которое должно быть не меньше либо равно требуемому термическому сопротивлению для вашего района строительства из программы Oventrop вам понадобится в курсовой работе следующие результаты расчета первое это общие данные нужна вот эта вот таблица с результатами расчета которую можно либо экспортировать в excel либо можно просто скопировать и вставить вордовский документ который в последующем преобразуется в pdf формат необходимо вставить это вот ведомость ограждений здесь можно исключить некоторые столбцы которые повторяются либо они пустые для этого достаточно открыть формат таблицы и убрать галочку из тех столбцов которые не нужны вот например с производителя и например с каталожный номер можно убрать вид потому что идет дубляж символ и также вот можно убрать эту составляющую то есть ее отформатировать те столбцы которые находятся пустые и их убрать тем самым сократится таблица для того чтобы разместить ее непосредственно в ворде и последующем pdf формате следующее что необходимо это ведомость ограждения то есть это все находится в итогах здесь тот же самый принцип либо экспортировать в excel либо все выделить копировать и вставить непосредственно в ворд документ который в последующем будет преобразовываться в pdf формат и последняя таблица которая нужна это таблица данные для программы ISO вот она данные для программы ISO тот же самый принцип либо скопировать но здесь не скопируешь потому что здесь нужно еще столбцы дальше экспортировать в excel и вставить непосредственно пояснительную записку и еще один момент когда будете оформлять пояснительную записку то есть у вас будут ограждающие конструкции здесь точно такой же принцип скопировать рисунок на котором отображается ограждающая конструкция именно послойной и вставить то место где у вас отображаются непосредственно эти многослойные конструкции ничего сложного нет то же самое можно сохранить в виде файла и в последующем ставка в word документ как объект рисунок и все вот эти вот многослойные конструкции которые участвуют в расчетах можно даже разбить таблицу которая называется ограждение и под каждым ограждением здесь свободная строка ставить сюда непосредственно рисунок из программы Danfoss вам понадобится ставить в пояснительную записку следующие таблицы и рисунок первая таблица это общие данные итоги то же самое ее можно форматировать экспортировать либо выделить и скопировать потому что шапки здесь нету и еще один документ должен присутствовать а именно рисунок результаты на котором будет показаны все настройки все диаметры трубопровода для того чтобы проверить правильность ваших расчетов смотрите что здесь указаны теплые полы у вас будет радиаторная система поэтому рисунок немножко будет отличаться все это возможно сделать при помощи просмотра рисунка то есть его можно сохранить в виде отдельных pdf файлов если у вас есть виртуальный принтер распечатки в виде pdf формата то есть он не распечатывает на реальный принтер а сохраняет в виде файла то есть лишнее можно убрать чтобы у вас все компактно уместилось непосредственно ваш документ пояснительной записки вот эти два документа должны быть в обязательном порядке состав курсовой работы а именно что из себя представляет какие разделы содержатся пояснительной записки и в графической части можно найти в методическом пособии отопления гражданского здания для этого достаточно открыть первый параграф в котором расписываются все основные данные причем здесь дается цель курсового проекта также основные штампики которые ставятся на первый лист и на последующие листы на каком формате выполняется пояснительная записка на листах 4 формата также расписано на каком формате выполняется графическая часть и какие штампики должны находиться непосредственно на этой графической части причем эти все штампики вынесены в приложении 7 если вы их нажмете то их в этом приложении и увидите для пояснительной записки вам понадобится штампик 40 на 185 который представлен здесь и указаны то должно находиться непосредственно в каждой части причем указаны не только жирным швифтом также указаны размеры и идет пояснительный эффект все что написано жирным должно и отображаться в этих штампиках на последующих листах идут штампики 185 на 15 пояснительные записки и на графических листах идут стандартный штампик 185 на 55 пояснительные записки должны быть следующие разделы в том числе и содержание первый раздел называется исходные данные для проектирования здесь вы должны вкратце отобразить информацию о вашем объекте район строительства температурные режимы непосредственно здание и снаружи геометрические характеристики либо если вы используете расчет программе овентроп ОЗЦ 5.0 то сюда вставить три первых таблицы которые были озвучены непосредственно здесь когда объясняли какое программное обеспечение вам необходимо для этих целей единственно здесь нужно кратко написать что исходная информация содержится в соответствующих таблицах которые получены из программы овентроп ОЗЦ 5.0 и приводите эти таблицы плюс еще рисунки награждающих конструкций следующий раздел называется расчет мощности отопительной установки помещения и здания здесь вы описываете три раздела а именно теплопотери через ограждающие конструкции теплопотери в результате инфильтрации бытовые теплопоступления и теплопотери вследствие естественной вытяжки приводите расчетные формулы в каждом подразделе кратко их расшифровывайте например k это коэффициент предпридачи ограждающих конструкций единицы измерения и далее дальше приводите либо расчетные таблицы которые вы использовали для расчета соответствующего раздела либо если вы также использовали программное обеспечение овентроп ОЗЦ 5.0 вы должны будете представить сюда таблицу это данные для программы ISO и написать стандартную фразу что результаты расчета вводятся либо соответствующие таблицы либо результат расчета получен благодаря программному обеспечению овентроп ОЗЦ 5.0 и результаты расчета представлены в таблице такой следующий раздел называется выборы конструкционное решение системы отопления в этом разделе вы должны описать конкретно про вашу систему отопления что из себя она представляет название там мучевая периметральная двухтрубная какое оборудование применяете какую арматуру запорную регулировочную тепловую изоляцию и так далее все конкретно про вашу систему отопления не теоретические основы а конкретно чтобы люди которые в дальнейшем возьмут ваш проект должны будут благодаря вашему описанию смонтировать эту систему отопления следующий раздел гидравлический расчет системы отопления в этом разделе в обязательном порядке должна быть расчетная схема расчетные формулы кратко расшифровывайте дальше результаты расчета представлены в таблице такой-то следующий раздел называется теплотехнический расчет труб и нагревательных приборов принцип точно такой же представляете кратко расчетные формулы дальше результаты расчета соединены таблицу такую-то если вы выполняли при помощи программного обеспечения данков число 3.8 то эти два раздела вы представляете там расчетные формулы а дальше либо ниже пишет что теплогидравлический расчет выполнен в программе такой-то результаты расчета представлены в двух таблицах там общие итоги и непосредственно и в таблицах в одной таблице результаты расчета представлены в одной таблице и рисунки результатов и их представляете непосредственно ниже этих разделов следующий раздел называется расчет основного вспомогательного оборудования индивидуального теплового пункта здесь вы должны будете представить информацию и расчет непосредственно оборудование этого теплового пункта ввиду того что в программном обеспечения данных СО 3.8 расчет этот производится как фильтров клапанов и так далее единственное там не рассчитывается типоразмер насоса так вот для того чтобы определиться с типом насоса вам придется найти производителя данного оборудования либо также при помощи программного обеспечения подобрать тот типоразмер насоса который обеспечивает тот напор тот расход который вы получите непосредственно в этом программе следующий раздел УИРС в курсовом проекте для студентов заочного отделения данный раздел исключается следующий раздел это энергосбережение энергосберегающая технология использована в курсовом проекте здесь вы должны будете представить расчет энергетического паспорта согласно вводу правил тепловая защита зданий следующий раздел список литературы приводите сюда всю нормативную действующую литературу которую вы применяли для того чтобы запроектировать вашу систему отопления спецификация оборудования может подклеиваться непосредственно к пояснительной записке либо можно ее расположить за графической части графическая часть выполняется на листах либо а третьего либо а второго формата все зависит от того какие у вас попадут в планировки и какие у вас будут системы отопления должны содержать следующие листы это общие данные на которые должны быть нанесены институционный план ведомость рабочих чертежей это стандартные таблицы которые находятся в приложении дальше ведомость ссылочных и прилагаемых документов основные показатели по чертежам отопления и вентиляции условное обозначение также должна содержаться текстовая информация которая называется общее указание по сути это повторение раздела выбор и конструкционное решение системы отопления но перед этим должны быть идти стандартные фразы такие как что курсовая работа курсовой проект выполнен на основании действующих нормативных документов и перечисляете какие вы нормативные документы использовали основное ТСП отопление вентиляции кондиционирования дальше различные гост по подбору температуры внутреннего воздуха и так далее следующие лист это планы этажей количество листов здесь все зависит от того какие у вас будут планы на этих планах должно отображаться непосредственно ваша система отопления условным обозначением элементов системы отопления масштабе 1 из 100 сколько у вас планов столько листов следующие листы это план подвального и чердачного помещения все зависит от того если вы там располагаете магистральные трубопроводы либо еще какое-то другое оборудование которое участвует в проектировании вашей системы отопления то они тоже отображаются если там нету никакого оборудования то и этих листов у вас соответственно не будет дальше следующая лист называется акционометрическая схема системы отопления масштаб 1 к 100 здесь также в виде скелета из трубопроводов и отопительных приборов должны быть нанесены в соответствии с год 21602 2016 года все то оборудование которое вы используете и последний лист называется план разрез акционометрическая схема индивидуально теплового пункта здесь масштаб отличается от предыдущих где там масштаб 1 к 100 здесь 1 20 и 1 40 здесь вы должны будете начертить план разрез то есть как вот располагает трубопроводы тем оборудование которое непосредственно располагается на этих трубопроводов так называемый узел управления для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепломосителя ваше здание лист детальные и монтажные чертежи можно отдельно не создавать а например располагать эти детальные чертежи на каких-то листах предыдущих в соответствующих масштабах чтобы не влечить непосредственно в ваших схемах особенно масштабе 1 к 100 как располагается арматура каких местах и так далее поэтому рекомендуется выносить их помощью соответствующих узлов на данный чертеж право там либо слева где есть свободное место вот здесь в приложении 8 показаны основные формы листа общие данные здесь пишите номер лист дальше здесь наименование все то что содержится вместе называемым наименование листа так если необходимо примечание то пишите примечание если нет то оставляйте лист 1 2 3 4 и так далее если у вас наименование листа не помещается в этот столбец в эту строчку не помещается то переносите на следующую строчку размеры все указаны непосредственно внутри столбцов высота и размер строк указано в примечании ведомость ссылочных и прилагаемых документов сначала пишите ведомость ссылочных документов и сюда приводите те ссылочные документы которые вы использовали для того чтобы выполнить эту курсовую работу курсовой проект а сюда относятся различные каталогии серии и так далее нормативная литература сюда не вносите достаточно 4-5 источников сюда внести курсовой работе и на этом закончить дальше прилагаемые документы сюда необходимо внести инфекцию оборудования материалов и изделий и второй документ это будет пояснительная записка точно также сначала по всей ширине пишите прилагаемые документы а в последующем перечисляйте все прилагаемые документы следующее условное обозначение давно те условные обозначения которые вы внесли сами которые отличаются от гостированного обозначения как правило сюда вносится 4 магистрали то есть подающие обратная магистраль системе отопления с указанием температуры и подающие обратная магистраль в тепловых сетях также сюда можно внести как обозначается у вас настройки клапанов и так далее потому что ни в одном госте именно настройки не указывает и еще одна таблица основные показатели против отопления и вентиляции здесь пишите наименование вашего здания там какой он у вас коттедж и так далее дальше объем период года наружной температуры наиболее холодной потепени расход на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение ставите прочерк потому что не рассчитывали мы в этой курсовой работе как приточную вентиляцию так и горячее водоснабжение и общее будет равно на отопление расход холода тоже ставим прочерк установочная мощность электродвигателя сюда ставите эту мощность от насоса и электродвигатель клапана благодаря которым осуществляется регулирование итак давайте рассмотрим основные разделы пояснительной записки на конкретном примере и также разберем часть общепринятых недочетов которые в большинстве случаев присутствуют в курсовом проекте курсовой работе по данной дисциплине и так начинается в соответствии с стандартным титульным листом который должен иметь следующий вид так дальше идет содержание стандартный штампик 175 на 40 дальше здесь представлено задание а конкретно планировки здания которые были взяты с сайта plant.ru также здесь необходимо вставлять задание на курсовой проект в случае если это не уговорено с руководителем либо если у вас курсовые работы две идут совместно например если вы используете характеристики ограждающих конструкции строительной теплотехники то сюда обязательно нужно ставить копию задания из этой строительной теплотехники дальше здесь представлены характеристики объекта исходные данные разбили на несколько разделов записали здесь конкретно про все ваше здание хотя еще раз повторяю если вы выполняете в программе control pzc 5.0 то здесь достаточно написать стандартную фразу что характеристики зданий климата наружного и внутреннего представлены в виде таблицы итоги общие и сюда ее привести либо вложить в приложение так мы здесь поступили таким образом расписали дальше здесь расписали параметры воздуха согласно simple параметры внутреннего воздуха в зависимости от того какие помещения используются в вашем здании то есть взятые из ГОСТа значение минимальное и максимальное и представленное значение которое взяты непосредственно для расчетов исходя из нормативных хотя берется по минимальному значению можно дальше теплотехнические характеристики здесь сведены выведены из программы в овентропе и сведены в приложение выбор и конструкционные решения здесь конкретно расписаны то есть вся представляет система отопления какое оборудование применяется какие отопительные приборы какая тепловая изоляция используется и даже написана стандартная фраза на основании какого документа ввести монтаж этих систем дальше тут немножко неправильно названо определение мощности отопительной установки помещения и здания а не нагрузки дальше здесь вот идут подразделы идет стандартная фраза что результат в соединенных таблицу из программы овентроп 5.0 но опять отсутствует расчетная формула с краткой их расшифровкой что тоже является недостатком касаемо всех этих расчетов в том числе окончательных опять все сведено в приложение приложение 1 гидравлический расчет то есть если вы выполняете в программе овентропа за c5.0 то здесь можно конечно разделить на гидравлический расчет опять отсутствует расчетная формула так и результаты расчета соединены в такую-то таблицу и соответственно рисунок результата так таблица идет непосредственно дальше рисунки результатов тоже расположены дальше отсутствует раздел теплотехнический расчет хотя вот он здесь он сказан либо его вынести сюда вместе здесь тот же самый принцип приводится расчетная формула краткой они расшифровываются основные расчетные формулы кратко расшифровывается и дальше стандартная фраза что результаты соединены в таблице и рисунок результата так подбор оборудования здесь также из программы взят напор и расход типа носителя который получился на носоке и опять благодаря программным средствам только здесь за программным средствам винкап был подобран носок данного варианта дальше идет энергетический паспорт согласно СП и даже есть приложение таблицы как получен каждый пункт список литературы представлена основная нормативная литература которая используется непосредственно в курсовой работе и представлены приложения причем нету обозначения приложения то есть все эти таблицы которые идут непосредственно из программы о винтропу zc505 вот итоги общие дальше ведомость ограждений представлено ограждение здесь опять отсутствуют рисунки ограждения то недопустимо они должны быть либо они должны быть соответствующем разделе где о них вспоминалось наружная стена такая то внутренняя стена такая то то есть рисунки взять и из программы о винтропу zc505 скопировать и вставить ничего проще нету и итоговая таблица которая определяется мощность отопительных установок помещений сейчас графическая часть здесь вот продемонстрирован план схемы розоветров ведомость чертежей то есть основные ведомость ссылочных и прилагаемых документов основные показатели размер соответственно кстати можно их непосредственно к рамочке смещать дальше расписаны основные документы которые применяются то есть основные характеристики параметра микроклимата то есть какое оборудование используя что за система отопления отопительные приборы и так далее и в виде условных обозначений показаны как обозначается трубопровода план этажа здесь продемонстрировано практически все за исключением одного момента если у вас одинаковые все отопительные приборы они все одинаковые 20 тип и межосевое расстояние 500 мм можно было здесь это не указывать а указать именно в общих указаниях конкретную марку так показаны все диаметры трубопроводов показаны настройки ввиду того что здесь обозначение нестандартным внизу примечание это наверх было надо было вынести нужно написать чему это все относится точно также представлена экспликация нумерация можно было это все написать наименование непосредственно здесь то же самое для второго этажа показано стояки подъемные где находится тепловой пункт там все указано ввиду того что это не сделали на листе первом где были условные обозначения приходится дублировать весь этот текст на каждом листе акционометрическая схема то есть указаны позиции под спецификации ну и здесь продублировано уклонное указаны отметки на каком уровне находится трубопроводом так и продемонстрируем визуальный тепловой пункт единственно не указан общий размер этого теплового пункта чтобы посмотреть помещается он в помещении или не помещается дана ось которая не ось 1 а ось 2 оказывается это внимательно нужно смотреть указаны все типоразмеры между оборудованием единственно здесь продемонстрирован только один разрез индивидуально теплового пункта дальше идет спецификация оборудования здесь разделили на два типа то есть индивидуальный тепловой пункт пока это надо писать вот здесь вот заголовочкой и на систему отопления то же самое где писать нужно заголовочки то есть указаны оборудование трубопроводы теплоизоляционный слой и так далее то есть тип завод изготовитель и количество данного типа отопительных приборов давайте рассмотрим правильность расчета в программе даунфер ISO 3.8 так ну во-первых внимательно обращайте внимание чтобы нагрузки на помещение совпадали что здесь продемонстрировано 204 помещение 505, 505, 902, 1906 так ну и так далее и то же самое с настройкой то есть настройка должна быть или еще 2 вот везде 2 получилось ну и больше или не меньше что подозрительно ну хотя тут система периметральная правда не с опековым движением теплоносителя а с попутным движением теплоносителя то же самое то есть смотрите внимательно чтобы не было идти везде отметки чтобы видно было те диаметры то оборудование которое применяется непосредственно у вас здесь и еще один момент при проверке энергетического паспорта то есть у вас есть программа Вентропа ЗЦ 5.0 в которой все рассчитано и посчитано все геометрические характеристики все типотехнические характеристики и эти характеристики должны совпадать с теми значениями которые вы вносите непосредственно в паспорт по наружной температуре дальше по объему 712 712 712 дальше по площадям для этого нужно открыть вот эту таблицу которая называется ведомость ограждений и здесь сразу же даны все площади это во первых то есть смотрите внимательно главное правильно взять те площади и установить именно те места то есть перекрытие над неотапливаемым подвалом чердачное перекрытие если это у вас есть и то же самое по термическим сопротивлениям то есть здесь 3 57 наружная стена то есть 3 57 сюда вставляем нормативное значение из программы VALTEC 3.1.3 то есть а дальше все рассчитывается согласно формулам и получаем тот необходимый класс энергосбережения должен быть не ниже C A B и C то есть все остальные не будут рассматриваться но в данном случае получился B плюс поэтому внимательно смотрим и заполняем соответствующие таблицы оформляем работу для сдачи ее преподавателю при сдаче курсовой работы и отправке ее на электронный адрес вы должны пояснительную записку так и графическую часть разместить непосредственно в одном документе в формате pdf при отправке имя файла должно быть выглядеть следующим образом других вариантов рассматриваться не будут и отсылаться обратно фразой переименовать в соответствии требованиями начинается всегда с шифра вашего направления в данном случае строительства дальше пишется фамилия с иноциалами можно в русском шрифте либо в латинице без разницы дальше семестр в котором осуществляется данная работа в данном случае показано шестой семестр и наименование дисциплины в данном случае отопление вот таким именем файла отправляете непосредственно на ту почту которая была указана в этом видео для того чтобы сдавать курсовую работу для этого нужно отправить ее по электронному адресу который можно найти если опять вернуться на youtube канал здесь есть закладка о канале войдя в нее вы увидите здесь показать адрес электронной почты нажимаете на эту кнопку вначале вас идентифицирует что вы не робот и после этого он показывает адрес электронной почты куда необходимо высылать ваши курсовые работы в формате pdf один файл в который включены непосредственно пояснительная записка и графическая часть всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов и выполнений курсовых проектов курсовых работ до следующего видео и до свидания удачных